Здравствуйте! Тема сегодняшнего нашего занятия – это графический интерфейс пользователя. Мы знаем, что Python – это язык, который поддерживает многие парадигмы программирования, в том числе модульное программирование, объектно-ориентированное программирование, функциональное программирование, ну и визуальное программирование. Вот сегодня о возможностях Python визуального программирования, вернее, о библиотеках, которые поддерживают визуальное программирование на Python, мы и поговорим. Графический интерфейс пользователя – GUI или Graphical User Interface – это человекокомпьютерный интерфейс, не говорят еще, человекомашинный интерфейс, то есть способ, с помощью которого люди могут взаимодействовать с компьютерами. Он использует окна, значки, меню, всякие метки, поле ввода. Манипулировать GUI можно как с помощью мышки, так и с помощью клавиатуры. Довольно часто графический интерфейс пользователя называют программирование под Windows. Для программирования графического интерфейса пользователя используют GUI-библиотеки. Такие библиотеки содержат виджеты. Виджет – это набор графических элементов управления. При создании GUI-программы обычно используется каскадный способ, то есть графические элементы управления добавляются поверх друг друга. Существует много вариантов использования вариантов Python GUI. То есть есть более 30 кросс-платформенных фреймворков для программирования графического интерфейса на Python. Сегодня мы обзором пройдемся по некоторым наиболее часто встречаемым библиотекам. Вообще программировать графический интерфейс пользователя считается легко и интересно. Самое сложное, наверное, это выбрать пакет для создания такого интерфейса. Кайви – это ускоренная среда Open Graphic Library для создания новых пользовательских интерфейсов. Дает возможность, единожды написав код, использовать его на разных платформах, в разных операционных системах. Это бесплатная библиотека с открытым исходным кодом. То есть открытый исходный код – это код, который позволяет нам его редактировать. Данная библиотека используется для разработки мобильных проложений и приложений широкого назначения с естественным пользовательским интерфейсом. У Кайви имеется 20 виджетов, как в наборе инструментов. То есть в данном случае вообще под виджетами еще раз мы понимаем. Кнопки, поле ввода, выбор, компания, позволяющая выбрать чекбоксы и так далее. PyQt – это кросс-платформенный фреймворк, который написан на C++. Это полная библиотека. Она включает множество инструментов. И API широко используется во многих отраслях, охватывает множество платформ. Это набор инструментов для графического интерфейса пользователя, рассматриваемый как комбинация библиотеки Qt, который принадлежит Nokia, и SGA программирования Python. Данный набор инструментов позволяет разработчику решать, будет ли он писать программу путем кодирования, то есть писать программу с нуля, либо будет создавать визуальные диалоги с использованием конструктора, скажем так, критит-дизайна, не программируя, а собирать программку. Это бесплатная библиотека, бесплатное программное обеспечение, также есть и коммерческая версия. В бесплатной версии, возможно, не все функции будут доступны, но это библиотека с открытым кодом, поэтому работать с ней можно. Доступна для Windows, Linux, Android, Raspberry Pi. Следующая – это PySite, также является оберткой для Qt. Тоже библиотека с открытым исходным кодом, также как и PyQt, связанная с платформой Qt, объединяет возможности как Python, так и Qt. В отличие от PyQt, отличается тем, что PyQt имеет как бесплатную версию, так и коммерческую версию. Используется как платформа для разработчиков на всех основных системах. WX-Python – это модуль расширения Python. Он более современный модуль, скажем так, по сравнению с тем же Тикинтером. Он позволяет создавать свои собственные виджеты, просто в освоении. Пользователи, или, как говорят, сообщество разработчиков в данной библиотеке постоянно растет. Имеется много литературы в интернете. Можно разрабатывать традиционные приложения как для Windows, так и для Unix и Mac операционной системы. PyG.io – это один из простых, легких из всех графических интерфейсов. Он полностью синхронизирован с языком Python. Это кроссплатформенная графическая среда, которая также рассчитана на различные операционные системы. Если пользователь, разработчик, скажем, пытается именно с помощью этой библиотеки построить свой интерфейс, то между платформой G.ioi и приложением Python нет необходимости писать огромные коды. То есть все идет автоматом. Это позволяет обеспечить естественный графический интерфейс платформы. Flex – это одна из библиотек Пайтона, которая поддерживает графический интерфейс пользователя. Она, в отличие от предыдущего, написана на C++, хотя и создана для Пайтона. Для отображения графического интерфейса используется веб-технология. Ну и последнее, что мы сегодня рассмотрим, это библиотека TickInter. Это библиотека, которая является связкой Пайтона с набором GUI инструментов. Это стандартный интерфейс Python. Он доступен как на Windows, так и на Linux и Mac в операционных системах, если на них установлен в Пайтон. Имя TickInter происходит от TickInter interface, один из самых популярных программных пакетов для графического интерфейса. Впервые появился в начале 90-х годов. Также имеет огромное количество ресурсов, включая как электронные книги, так и примеры кодов программ. Большое сообщество пользователей, в котором можно получить ответы на свои вопросы. Доступен как под лицензией Пайтона, то есть бесплатно, так и поверх лицензии BCD. Это сочетание стандартного графического интерфейса TickInter и Python, еще раз повторюсь. Мы будем с вами работать именно с этой библиотекой. То есть самый простой объект, который создается и на основе которого идет как контейнер, на основе которого строятся все остальные компоненты, это форма, которая имеет три варианта представления, закрыть окно, распахнуть окно, свернуть окно. Ну и дальше мы на этом контейнере будем учиться строить, ставить различные объекты, такие как кнопки, поле ввода, метки, ну и программировать какие-то события по активизации этих объектов. Сегодня мы с вами в общем обзорно посмотрели, что такое графический интерфейс пользователя, что такое виджеты, какие они бывают. При работе, при разработке графического интерфейса пользователя особых затруднений не возникает. Довольно интересный процесс, захватывающий. Единственный минус – это выбрать правильный пакет, но для начинающих пользователей, которые просто настольные программы будут писать, это все-таки правильнее выбрать Тикинтер. На экране у вас вопросы для закрепления, на которые должны вы уметь ответить. Предлагаемая литература, непосредственно с этой библиотекой мы с вами познакомимся на практических занятиях. На этом сегодняшнее наше занятие завершено. Продолжение следует...